Яркий пример нынешняя политика ЦБ, которая продолжает инвестировать в американский государственный долг. Читай оказывает благотворительную помощь США. Сегодня стало известно, что в конце минувшего лета команды Эльвиры Сахипзадовны-Набиулиной увеличила вложение в US Treasuries на 2,5 миллиарда долларов. Общий объем благотворительности достиг 107 миллиардов долларов. ЦБ инвестирует в бумаги страны, которая является главным дирижером антироссийской шизофрении. Набиулина перевела в Америку. Вдумайтесь и запомните эту цифру. Более 6 триллионов, 100 миллиардов рублей. Только за август более 143 миллиардов, если посчитать по текущему валютному курсу. Сколько не хватает в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку, на тут же индексацию зарплат врачей, учителей, научных работников? 43 миллиарда. Это данные счетной палаты России. Сколько экономит правительство на работающих стариках через свое позорное решение об отказе индексировать им пенсии? 250 миллиардов? Это даже не позор. Это самая настоящая провокация. Одна из моих коллег сегодня меня спросила, какая-то логика же должна быть во всем этом. Логика, господа, есть, но не про нас и нашу страну. Жить на две страны. Вот это главный таргет нынешней российской элиты. Здесь выкачивать, туда переводить. Надеюсь, что там признают за своего пацана.